Пограничные власти главного израильского аэропорта получили дополнительные полномочия для проверки пассажиров. Теперь они имеют право досматривать личную переписку туристов. Правозащитники бьют тревогу. Налицо нарушение фундаментальных прав человека. Но власти успокаивают. Все по закону. На чьей стороне правда разбирался наш собственный корреспондент в Израиле Сергей Ауслендер. Правозащитники просто в бешенстве. Служба безопасности главного израильского аэропорта и так известна своей придирчивостью. А тут еще додумалась требовать от пассажиров предъявить к досмотру электронную переписку или СМС-сообщение. Там может содержаться информация о финансовом положении человека, о его личных интимных отношениях с кем-либо, о здоровье в конце концов. Например, диагноз сведений о смертельной болезни, которые могут повлиять на карьеру человека. Власти успокаивают. Никто права человека нарушать не собирается. Все делается только для блага туристов и только по соображениям безопасности. Тем более, что госконтролер, аналог генпрокурора, дал разрешение на проведение таких проверок. Туристу предлагается самому войти в электронную почту и предоставить доступ к имеющимся внутри данным. Естественно, есть возможность отказаться. Налицо юридическая казуистика, говорят опытные юристы. Конечно, без разрешения суда влезть в чужую почту нельзя. Но если человек предъявит ее добровольно, то нарушения закона нет. А попробуй не предъяви, когда стоишь у окошка паспортного контроля и пограничные власти могут отказать во въезде, не объясняя причин. Любая страна имеет право решать, кого, кроме своих, понятно, граждан, на территорию в качестве туристов пускать, кого не пускать. И одно из требований, которое, очевидно, выдвигается в данный момент израильным, касательно людей, которые хотят въехать на территорию Израиля, это ознакомление с их перепиской. Правозащитники говорят, если так хочется, примите закон, пусть он регламентирует, как проверять, кого проверять и в каком объеме. Решение о досмотре электронной почты даже для самих секьюрити породило больше проблем, нежели возможностей. Оставим в стороне юридические аспекты. Пусть разбираются адвокаты, прокуроры, есть в конце концов Верховный суд. Но как быть с технической стороной дела? Вот, например, мой телефон. Я не поленился и подсчитал. В 2013 году я вел смс-переписку с почти сотней абонентов на трех разных языках. Даже если сразу найдут переводчика, который владеет всеми тремя. Сколько часов ему понадобится, чтобы прочитать несколько тысяч сообщений? А есть еще электронная почта. Причем любой человек может открыть себе 10 виртуальных ящиков, к осмотру предъявить один, а с остальных переписываться хоть с Аль-Каидой. Так что теперь дело за Израильским Верховным судом. Пока он не скажет обратного, проверки личной переписки в аэропорту будут считаться законными.